Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники. Вот и наступили у нас с вами горячие деньки. Вот сегодня мы с вами поговорим опять-таки о посадке семян в улитки. Мне очень много задают вопросов. Вот какие семена можно посадить в улитки? Я вам хочу сказать, просто-напросто она универсальна. И сажать можно в нее все, что угодно. Вот сейчас я хочу вам показать. Вот посмотрите внимательно. Вот здесь у меня посажен лук-порей. Что я вам хочу сказать про лук? Вот сначала он у меня тоже посажен. В данный момент, это пока он сидит, это туалетная мокрая бумага. И никакого питательного грунта нет. Мы должны этому луку с вами дать подрасти. Он должен быть где-то вот примерно такой. Только потом мы добавим питание нашему луку-порею. Что я хочу сказать по порею? Он никогда не пикируется. То есть из улитки, вот с этой улитки, лук у нас с вами отправится непосредственно в грядку. Никакой пикировки лука мы никогда не делаем. Мы просто что с вами должны сделать? Как говорится, устроить ему парикмахерскую и устроить стрижку. Когда у нас лук с вами примерно вот так отрастет, мы его смело с вами можем отстричь, где-то оставить буквально сантиметра два, сделать ему стрижку. А когда он уже у нас снова отрастет с вами, он будет готов к посадке в грунт. То есть вот здесь он у меня сидит в туалетной пока бумаге и ждет своего времени, когда ему дадут питательный грунт. Вы мне задаете вопрос, как поливать улитки? Что я вам хочу сказать? Землей ли улитки или с туалетной бумаги? Пока у нас корешки еще довольно-таки маленькие у растения, им очень тяжело получить воду именно из поддона. Поэтому пока растения маленькие, мы должны с вами поливать обязательно вот так сверху. Брать леечкой или опять-таки это может быть груша и поливать сверху. Когда растение уже приличное отрастет, это касается и перца, и томатов, любых растений, посаженных в улитке, мы тогда уже сможем поливать в поддон. То есть корни растения будут пить воду с поддона. Это вот про лук-парень. Что мы еще можем посадить с вами в улитке? Вот я хочу обратить внимание вот на эту улитку. Посмотрите, какая она прям вот, ну, красивая, правда? Бурная такая все. Это у меня посажены здесь бархатцы. Бархатцы, в принципе, можно сажать конец марта, начало апреля. Это опять-таки, я вам говорю, почему я это сделала. Это я показываю именно просто для вас, чтобы вы знали, как их можно посадить. Опять-таки, что делаем? Мы делаем улитку, кладем туалетную бумагу и раскладываем наши семена по принципу перца и томатов. Закатываем улитку и ставим на прорастание в парничок или в целлофановый пакет. Потом, когда семена наши проклюнутся, покажутся петельки, мы ее развернем. Видите, она уже засыпана землей, питательным грунтом. И вот что я хочу сказать. Вы обратите внимание, вот чем хороша улитка. Вроде бы кажется, да, густо, да, довольно-таки густо сидят растения. Но вы посмотрите внимательно, какие у них толстые ножки. Вот их видно, вы посмотрите. То есть, это растение довольно-таки сильное. В данный момент вот эти бархатцы, я их тоже, я не буду пикировать. Это растение, в общем-то, довольно-таки оно не капризное, ничего. Я просто-напросто, когда оно растет, я разверну улитку, и у меня растение отправится в открытый грунт. То есть, я на свои клумбы, прям с улитки буду сажать на клумбу. Также я в точности сею астры. Также можно посеять цинию. Да, в принципе, любые летники, любые цветы. Просто-напросто улитка у нас с вами волшебная. Она универсальна. И сажать можно все, что угодно. Спрашивают, можно ли посадить капусту. Можно посадить капусту. Но я вам хочу сказать, по капусте. Сейчас довольно-таки еще рано сажать капусту. Капусту мы будем с вами сажать где-то в начале апреля, в конце марта. И я многим отвечала на вопрос, что порой я просто капусту сажаю в открытый грунт под пластиковые бутылки. Это делаю я где-то в конце апреля. Тогда я буду сажать капусту в открытый грунт под пластиковые бутылки или рассаду. Как я это все делаю, я вам обязательно-обязательно покажу. Но что я вам хочу сказать еще по капусте. Вы знаете, можно сделать следующее. Сделать небольшой, маленький-маленький парничок именно для капусты. И капусту посеять именно в этот парничок. И будет у вас прекрасная рассада. Ну что ж, вот пожалуй, наверное, я на этом и закончу. Да, но я вам забыла сказать еще одно но. Сегодня у нас 14 марта. Пожалуйста, пройдите, посмотрите свои росы. Возможно, они просят помощи. Что вы должны сделать? Погода у нас такая сейчас теплая стоит. Для роз это очень-очень губительно. Приоткройте свои розы. Дайте доступ воздуха к розам, чтобы они у вас не выпрели. Это вот просто вам маленькое-маленькое мое напоминание. Не полностью открыть, а просто приоткрыть? Не полностью. Не надо полностью открывать, потому что могут вернуться еще и заморозки. Мы просто внизу, около земли, должны приоткрыть укрытие, чтобы был доступ свежего воздуха. Это я вам просто вот напоминаю. Ну что ж, на этом я и заканчиваю свой репортаж. До новых встреч. До свидания. Пока.